так что же это за коробка у нас здесь смотрите бабам это geforce rtx 3060 сейчас мы посмотрим что она насчет у нас может вот эта вот карта мы тут бросим пока на кровать а здесь разберемся что же за чудо такое почему его во первых нигде не купить не достать майнеры за ними охотятся но вот это примерно тот же чип 43000 рублей получается стоит написано что есть наличие но если туда позвонить не факт не всегда они есть наличие за ними охотятся цены на них поменялись вы на ней майнить не будем но вот почему за ними охотятся потому что на этой карте если посмотреть на вата майн калькулятор то можно на сегодня получается получать 4 примерно доллара в сутки хотя некоторые говорят что ее можно разогнать там пошаманить и там до 10-20 долларов в сутки можно получать с этой видеокарты естественно конечно блогеры будут гоняться за такими картами короче торганули на карансе как боги значит после вот этого видео будет скринкастик мой покажу ордера но это конечно очень мощно никто не верил мы вчера со славой открывали прям в прямом эфире видео есть на канале лайк если хотите переходите посмотрите открывали short на вот этой вот пампе биткойна мощном который с 32 до 38 тысяч мы шортили биток стоп мы ставили на 40 500 take profit на 30 в общем заработали долларов там 500 вообще изи торговали на карансе ком 10 логотип и там будет резочка короче пацаны красава смотрите видео с нашими ордерами следующее ну вот значит биржевой терминал мы открывали несколько сделок самая первая вот с десятым плечом по ней сто девятнадцать долларов у нас я переставил take точнее стоп в 38 тысяч долларов take 28 тысяч долларов я на самом деле думаю что мы еще ниже пойдем пока что не закрываем позиции и вот здесь самый большой объем тоже у нас стоп на 38 тысяч долларов это практически в безубыток то есть она закроется это уже в ноль и 28 тысяч долларов на take profit ну так у торгуем пионель вот справа сверху плюс четыреста восемь долларов это биток сейчас 33 40 452 а был он утром и смотрел 33000 но я думаю что еще будет падать короче может но может быть косарь а может быть полторы заберем с этого трейда вот так вот это работает чем прикольно currency ком удобная приложение к все в одном месте супер все я как нормальный пацан после удачнейшего трейда пацан сейчас чуть чуть снимем оттуда до суточку на без ченчик и за продуктиками красивенько залетаем в общем здесь как всегда в огне и все я перехожу на их сайтик вывожу туда би точек рублички на карточку красиво поэтому пользуйтесь лучшими вещами все ссылочки как всегда оставили в описании в общем вчера был мощный день много движух у нас куча огромная куча идей по поводу артистов по поводу и нефти по поводу тех продуктов которые мы будем делать вокруг них сегодня будем много чего тестировать на следующей неделе будет еще больше чего интересно вам рассказать поэтому ну прям на канал надо подписаться вы все красавчики очень мощно сочно давайте лайк погнали позвонил мне курьер надо поехать забрать посылочку угадайте что нам пришло видите вот этот биткойне не просто так показывают на самом деле нам пришел наш карандаш который нам сделал салават фидаи и мы значит будем делать из него офигенную нефтишку одна будет содержать себе естественно сам карандаш а еще возможно какая-то будет просто какая-то типа рейер тоже их там будет несколько штучек они будут сделаны именно в виде просто и нефтишек таких чисто digital поэтому следите за новостями много вопросов было на тему того как хранить полькодот безопасно используя аппаратные кошельки ledger или трезер вот у меня например есть такой кошелёчек называется он ладжер на навес и я на канале life специально для вас подготовил коротенькое видео сейчас я покажу смотрите вот она называется вот так вот как безопасно хранить полькодот используя леджер но вообще конечно мороки много еще сырой очень функционал полькодот и конечно когда он будет выглядеть как эфир хотя бы я думаю что он будет дороже стоит но в целом вот такая вот история все всех обнял вот я и получил пакетик съездил вот здесь футболочки с нашего магазина где мы теперь будем серьезные криптаны и носить свою айдэнтику и так футболка номер один из коллекции про блокчейн медиа футболка номер два это кстати мне нравится побольше такая оранженькая но мы там подвезем еще и других там цвета можно выбирать любые ну и футболочка номер три ходал от виталика to the moon летим на луну и я думаю что действительно по эфиру мы сейчас с вами увидим две плюс тысячи долларов как минимум но я надеюсь на трешечку кто поддерживает 3000 долларов за эфир ставь лайк пиши внизу в комментарии а ссылки на магазине где можно приобрести вот такие крипто футболочки я тоже оставлю внизу в описании чекайте ну что хлопчики соскучились поговорить хочу об интересных всяких вещах которые у нас происходят сейчас на крипто рынке и в мире дэфи значит очень важная мысль по поводу того куда могут дальше двигаться средства после булрана так называемого будет он или нет мы не знаем когда он закончится неважно рано или поздно закончится как 2018 году так вот все эти средства на которых сделают икс и в биткойне в эфире они все пойдут в два места два места на рынке капитана первое это дэфи различные это компаунды стейблкойна это а в это какие-то синтетические штуки вот это все туда пойдет и второе nfc поэтому сейчас эти рынки еще сильно недооценены оба что nfc что дэфи они будут расти крепко поэтому делайте правильные выводы все всем хорошего настроения ну что ж пойдемте вместе посмотрим на наш карандаш который нам прислал салават фида и я положил сейчас максимально осветил и вместе сейчас посмотрим как это выглядит и дальше мы это все дела потом от снимем приведем в порядочек сделаем прикольную nfc гиф очку этот карандашик отправиться естественно на хранение в банк есть специальные ячейки сберегательные и вот в сейфовую ячейку мы положим его и вон там будет храниться а nfc шка она будет подтверждать право владения потом тот человек который выиграет аукцион и эту и нефтишку соответственно на аукционе заберет мы ему отправим еще оригинал этого карандаша поэтому давайте посмотрим как он выглядит вот так вот выглядит сертификат он присылает видите лично своей рукой заполняет 29 декабря 20 года он начал работу номер 541 у него салават фида и это 541 в его в каталоге номер ну и вот сам карандашик вот в такой он коробочкой тоже на коробку он написал своей рукой салават фида и арт 2020 он специально упакован в такой видите зафиксирован чтобы его не трусила и на самом кончике вы видите там вот биткойн 5 миллиметров то есть это я приближаю а так фактически 5 миллиметров вот эта штучка вся в общем это все мы запакуем изготовим на фти диджит диджитал арт на основании вот этого карандашика то есть его видео которого прислал нам сам салават и дальше все это дело уже после аукциона отправиться к его владельцу и где он его будет хранить либо в сейфовой ячейке либо в своей какой-то коллекции под колпаком тут уже как говорится ему решать ну вот такое увеличение так значит приснился мне сон сегодня я не помню с кем я стоял мы смотрели вместе на блокфолию и такие знаете цифры там меняются там 200 тысяч долларов там жук потом там типа 8 тысяч долларов жизнь там 15 тысяч долларов день там 12 тысяч долларов и что что это такое что так дорожает у чего такая волатильность где этот актив надо срочно что-то делать и и я смотрю что это эфир вот это поворот я понимаю что эфир за секунду вырос до 15 тысяч долларов упал до 8 думаю блин надо как-то поймать это движение надо постараться зафиксироваться на от их а такая волатильность то есть я понимаю что количество эфиров можно увеличить я беру телефон я хочу зайти на юнисвоп у меня что-то лагает не коннектится в моего лет коннект я такой весь в шоке я не могу зафиксировать крипту 15 20 30 40 тысяч долларов и потом она падает до 800 долларов и и и у меня коннектится уже и я короче не успел поменять эфир ребят прям только что записали интереснейшее интервью с получается с head of product arrival с александром значит много инсайдов много каких-то таких стратегических мыслей vision как будет развиваться дальше нефти рынок и там кажется не только едино одними картинками очень как бы человек погружен все это понимает изнутри они еще там с 2018 года эту тему как бы делали а по факту человек в крипте с двенадцатого года и соответственно в девятнадцатом году они запустили рарибал свой marketplace поэтому очень будет интересно я думаю на следующей недельки может быть там в конце недели мы постараемся на основном канале опубликовать полностью интервью с александром из рарибал и мы договорились с ним что они к нам придут на подкаст отдельный то есть это будет уже феврале и мы проведем вечером подкаст на тематику и нефти современного искусства как это все будет развиваться и это тоже будет круто и очень интересно это капец короче я так я проснулся я такой расстроенная думаю блин почему у меня был телефон под рукой почему я в этот момент не сидел за компьютером блин вот это вот упустил такой вот фома во сне ребята это это очень жестко в общем к чему я это все вам говорю не допускайте развития фома у себя внутри не считайте что рынок будет вашим источником заработка относитесь к рынку криптовалюты или к фондовому рынку если вы не трейдер конечно как к инвестициям долгосрочно фокусируйтесь на построении собственного какого-то бизнеса будь то в крипто сфере будь то просто в каком-то земном бизнесе не знаю карьерный рост и так далее вот на это фокусируйте свое внимание рост вашего бизнеса предприятий компании неважно чего там иксы там мультипликатор самый большой вы должны это объективно понимать а инвестиции в криптовалюту инвестиции фондовые рынки это инвестиции это именно инвестиции на которых которые могут в долгосрочной перспективе вам принести хороший профит касательно про индекс очень хорошо у нас перформит получается что биток который мы покупаем каждую неделю он сейчас немножко ушел в минус но зато что очень меня удивило и то что очень сейчас хорошо стреляет это defy пульс индекс который у нас в индексе отлично перформит ну соответственно палька дот куда-то улетает в космос и эфир у нас там есть эфир тоже дорожает поле мы дешевле короче даже я я удивлен то что даже на таком рынке казалось бы растущим индекс тоже сейчас нормально работы